Во время медосмотра врач спрашивает мальчика, у тебя есть жалобы на ухо, горло или нос? Мальчик задумался и отвечает, да, они мешают мне, когда я одеваю свитер. Официант несет на вилке котлету, придерживая ее пальцем. Клиент разгневанно говорит, вы что себе позволяете мою котлету, своими руками? Официант посмотрел на него и отвечает, вы что же хотите, чтобы она в третий раз на пол упала? Блондинка приходит в самолет, занимает место у окна, к ней подходит мужчина и говорит, девушка пройдите на свое место. Блондинка отвечает, мне и тут хорошо, мужчина грозно, но тогда бери штурвал и взлетай. Умирает старый еврей, родственники стоят возле постели, он говорит, родные мои, я хочу сделать завещание, берите бумагу и пишите. Соня, моей жене, которая со мной столько мучилась, 20 тысяч долларов, семяку, моему младшенькому, у него вся жизнь еще впереди, 15 тысяч. Фанечке, моей дорогой дочурке, и тут дочка, папа, что же вы замолчали, мужик? Я думаю, дочка уточняет, что вы думаете, мужик задумчиво, я думаю, где мне взять такую кучу денег? Встретились два друга и первый говорит, представляешь, вчера отправляясь на охоту, я забыл взять с собой ружье. Второй уточняет, это неприятно, и когда ты об этом вспомнил, первый продолжает, к сожалению, только тогда, когда принес жене убитого зайца. Приходит мужик поздно вечером домой, пьяный и помятый, жена его встречает, улыбается вся и говорит, привет, мой супермен, где ты был, мой супермен, пойдем накормлю тебя ужином, мой супермен, пошли спать, мой супермен. Муж не выдерживает и спрашивает, а с чего ты меня суперменом стала называть? Жена продолжает, а только супермен и трусы поверх брюк носит. Заходит мужчина в аптеку и спрашивает, гандоны есть? А аптекарша посмотрела на него и отвечает, заходит иногда. Приходит к программисту гости, а у него шум, гам. В общем, ссорятся между собой его дети. Гости спрашивают программера, а чего у тебя дети так орут? А он им в ответ, оторвавшись от компа, это просто конфликт версий. Мужик пошел в больницу на анализы, ну как полагается, нагадил в спичный коробок. Проходит месяц-два, жена начала волноваться, обзвонила все морги, полицию, больницы и в одной из больниц говорят, у нас лежит мужчина с амнезией, по описанию похож на вашего мужа. Та приезжает, смотрит на него и говорит, Коля, это я, жена твоя. Что же тобой случилось? Муж отвечает, не помню, помню только, что шла компания и они спичек попросили. Молодая журналистка берет интервью у депутата. Вот вы все время ратуете за импортозамещение, говорите об интересах отечественных производителей. А вот если бы я предложила вам сейчас снять с себя все импортные вещи, то в чем бы вы остались? Тот улыбнулся и отвечает, ах ты, шалунья, мечтаешь увидеть меня голенького?